Электрическая энергия – это главный дефицит уже сегодня. А это придумал ты? 75 стран мира – это монополия, которой мы будем владеть. Есть что-то подобное вообще в мире? Написали гимн нашего проекта. Поверили в идею. То есть процентов 80 всех благ человека, которые сейчас мы имеем, они, я могу сказать с уверенностью, рождены в СССР. Надежность и риски. Это всегда всех волнует, когда люди вкладывают деньги. Есть у тебя идея? Просто выложи ее в интернет. Скажи, ребята, у меня есть такая идея. У нас есть три договора с Вьетнамом. Это три вьетнамские компании. Привет. Сегодня мы в офисе Дениса Тяглина, и мы говорим с ним же, с основателем компании «Ветер». Это Дубай. И мы говорим про уникальный проект. Относительно того, что есть сейчас на рынке, в чем у него уникальность? Как это работает? Простыми человеческими словами? Простыми человеческими словами, да. Но мы сегодня тогда часто слышим о том, что нам нужно переходить на зеленую энергетику. Да. И действительно, сегодня более 80% электрической энергии в мире вырабатывается с помощью невосполнимых источников, а значит, они загрязняют окружающую среду. Это в основном уголь, нефть и газ. И есть несколько способов получить электрическую энергию экологически чистым способом. Это ветряная энергия. Часто сейчас распространены ветроэлектростанции с горизонтальной осью вращения. Такие большие мельницы. В Европе, в Китае хорошая, безусловно, вещь. И солнечная энергия. Есть также проекты, например, Саудовская Аравия заявляет, что город Линия, это такой проект у них новый, да, 150-140 километров длиной, да. И они заявляют, что они полностью хотят обеспечить его зелеными источниками энергии. Но если мы возьмем те источники, которые на сегодняшний день имеются в мире, то их пока... Это просто пока можно назвать, что это у них мечта. Такой объем электрической энергии, если мы попытаемся обеспечить с помощью Солнца, то вот площадь, которую занимает этот город Линия, то, наверное, еще таких 2 или 3 площади должны занимать солнечные панели. Чтобы обеспечить их, да? Чтобы, да, обеспечить такой город, если даже не больше. Если у них там высота 400 метров, вот, если они возьмем ветряную энергию, у нее тоже есть некоторые проблемы. Во-первых, скорость ветра должна быть достаточной. А достаточная скорость ветра это 5 или 6 метров в секунду для того, чтобы... А на сколько это возможно? Горизонтальная. Ну, это, скажем так, не везде встречается. То есть, такая скорость ветра более 5 метров в секунду, она, ну, менее 50% планеты, так сказать, занимает. То есть, это поискать надо еще такое место. Днем потребление энергии больше в любом городе, а ночью потребление меньше. Ветер может быть ночью сильный, но днем маленький. И таким образом эту энергию еще нужно где-то складировать на складе, да. И сейчас также есть разработки относительно повербанков таких, да, то есть склад энергии. Тоже очень много разработок. Ну, сказать так, чтобы очень хорошие были решения найдены, ну, пока еще нет такого. Вот. Идет все в процессе. Мы-то чем? Отвечаем все мы-то, что предлагаем. Скажи. Да, у нас, во-первых, при скорости ветра 4-5 метров в секунду у нас ветеринка станция очень хорошо начинает работать. Потому что мы с помощью зданий этот воздушный поток, мы его ускоряем. То есть, мы его концентрируем, ускоряем. Ну, давайте все вспомним весной ручейки. Да. Вот. И если ты что-то делаешь, какое-то заграждение в этом ручейке, да, то есть сужаешь, то мы видим, как поток в этом месте ускоряется. Вот. А физика воды и, значит, газов, она очень-очень близка. Поэтому мы точно такой же эффект достигаем. Вот. Это, во-первых, то есть мы теперь можем управлять скоростью ветра. Затем, значит, что мы еще можем сделать? Мы с помощью этих самых зданий можем закрепить теперь этот огромный парус, да. Вот проблема парусников какая? Проблема в том, что если слишком большой парус, будет судно падать, да. То есть, вот. А мы, если, ну, представим, что, ну, вот это здание, да, там три здания мы вот так поставили. Как в виде знака «Мерседес», допустим, мы поставили здание, между ними ставим статичную ось, на которую мы закрепляем ветроэлектростанцию, то теперь она становится устойчивой. При этом сами здания каким-либо образом, да, то есть сами здания каким-либо образом укреплять не требуется. Вот. А этот парус у нас теперь крепко держит соседние здания, да, получается. Ну, это получается теперь комплекс. А, вот конструкция, вот она. Да, да, да. Здесь она имеет такую форму, ну, это концепция. Она может быть и такой, может быть и прямой. Это неважно, она может быть в виде знака «Мерседес» или звездочкой. Ну, ключевое, чтобы были вокруг здания и сама ось, это вот она и генерирует энергию, правильно? Да, она статичная, а на нее мы, на эту ось устанавливаем ветроэлектростанции размером 2 или 3 этажа. Они похожи на двери в торговый центр, да, которые вращаются. А, да, да. Вот когда ты проходишь через торговый центр, вот эта дверь только высотой 2-3 этажа помасштабнее. Ага. И вот этот ускоренный воздушный поток, он начинает ее вращать. А когда есть вращение, то есть некая сила, которая приводит в действие вращение генератора. А если генератор вращается, вырабатывается электрическая энергия. У нас уже статистика накопилась, наверняка сразу, а шум, да. Все ветроэлектростанции, они достаточно шумные. Вот если горизонтальная ось, вот эти, то там еще инфразвук есть. Ну, да. Такая отдельная тема. Но у вертикальной оси ветроэлектростанции, они по своей физике лишены, ну, вот этого инфразвука. Они не могут инфразвук выдавать, потому что принцип лобового сопротивления у них. По-другому. Другой принцип работы. Другой принцип работы. Другой физический принцип работы, да, другими словами. Вот. Но они также шумят. Но шумят они почему? Потому что есть та деталь, которая вместе с потоком движется. И есть та деталь, которая возвратное движение делает. И вот та, которая возвратное движение делает, она, во-первых, и сопротивляется этому потоку. И вот в этом месте возникает конфликт. Вот. Удар, да, как бы конфликт. А мы этот конфликт исчерпываем тем, что мы ставим аэродинамический щит. То есть, скажем так, ветер заходит, эта часть движется вовнутрь ветроэлектростанции, а эта возвращается. Мы если вот так аэродинамический щит поставим, то теперь, видишь, вездушный поток, он теперь вместе с детальками. Да, он теперь вместе с деталями. То есть, пакет держишь на ветреной погоде. Да. И вот он колышется, вот этот конфликт есть с потоком. Отпускаешь, он начинает, он продолжает движение, но шума уже нет. Почему? Потому что они совместно передвигаются. Принцип здесь такой же, что эти здесь ветроэлектростанции, они с потоком вместе движутся, поэтому шуметь не будет. Угу. Да. Есть что-то подобное вообще в мире? Подобное? Нет, подобного еще ничего нет. А это придумал ты? Да, я. Автор и правообладатель по патенту, это именно я. У меня вообще более 13 или 14 патентов. Именно вот в этом направлении? Нет, в разных направлениях. Есть у нас изобретение, вот транспортно-логистическая система города. Это вот несколько уровней, да, которые тоже много изменений готовы принести в жизнь любого города. Мы, кстати, получили патент в Японии по транспортно-логистической системе. Город-лес, да, такое название, если упрощенно. И в США получили, кстати, патент. Просто эта технология, она чуть-чуть раньше появилась, чем ветер. Евразийский патент мы получили, это бывшие страны СНГ. Так, и еще там парочка. Расскажи мне о себе, почему ты этим занимаешься? Как ты к этому пришел, вот эту свою историю? Как пришел? Ну, как пришел. Ну, вообще достаточно активный образ жизни я всегда вел. Ну, так скажем, там дискотеки, там продолжались лет до 25-6. Но при этом параллельно был бизнес, и он был немаленький. В общем-то, не приходилось себе в чем-то отказывать. Все активно достаточно двигалось. В 2008 году это было 350 сотрудников. Это была самая крупная подрядная организация в Новосибирске. Мне было 28. Затем пришел всем известный кризис, и все строительные объекты остановились. Восьмой год. Да, восьмой год. И появилась возможность просто из этого потока выйти, да, и подумать вообще, оглянуться, да, оглянуться. И я понял, что больше мне это не интересно. Абсолютно не интересно никакой такой бизнес, никакие такие дома, которые мы там на тот момент возводили. Все это очень скучно и неинтересно. И все, что я начал делать, это... То есть я не стал возобновлять этот бизнес после кризиса. Я начал заниматься спортом и книгами, советские книги 50-60-х годов. И я тебе скажу, что Советский Союз это лидер по новым технологиям, изучению объектов, продуктов, свойств физических тех или иных веществ. То есть процентов 80 всех благ человека, которые сейчас мы имеем, они, я могу сказать с уверенностью, рождены в СССР. Да, СССР вкладывало огромные деньги, и я тебе скажу, что даже сегодня можно не удивиться тому, что там на заводе Тойота где-то они открывают какую-то книгу по физике, связанную с физикой и механикой, написанную в 60-х, и что-то для себя еще раз открывают, что-то еще раз для себя подчеркивают. То есть у тебя было образование в этой сфере, да? Почему ты в эту сторону-то оглянулся? Когда пришла какая-то осознанность, да, пришла в жизнь, и ты такой думаешь, я хочу изучать технологии или как? Да, у меня было образование в тот момент промышленное гражданство строительства. Я очень хорошо понимал, что такое стройка. И, ну, мне просто появился интерес к познанию чего-то нового, к познанию чего-то нового. Вот он появился, скажем так, ну, в 28 или 29 лет. В процессе чтения этих книг и так далее узнал, что существуют на самом деле большие проблемы с экологической ситуацией, о том, что человечество сейчас, индустриализация сегодня несет в себе последствия, вот, и еще немного, и они могут превратиться в необратимые последствия. Поэтому все изобретения, они связаны у меня с экологией. То есть мне бы хотелось предложить некую альтернативу, вот. Так как мы сейчас в условиях рыночной экономики, большая часть планеты находится, то, значит, это предложение, оно должно быть не только полезным, но и еще калькулятор бизнесу должен говорить о том, что это выгодно. Вот. И я считаю, что такой способ получать энергию выгоднее, потому что у нас ряд преимуществ. Мы, значит, во-первых, у нас потребитель рядом, нам не нужны продолжительные сети электрические, там, тросарматоры. Это очень все дорогая инфраструктура. Плюс ветер он был и будет всегда. Теперь мы можем его ускорить. Вот. Это большое имеет значение, потому что если при скорости 4 метра в секунду, допустим, ты вырабатываешь одну единицу энергии, то при скорости 5 метров в секунду ты вырабатываешь уже, там, почти 2 единицы энергии. То есть вот такая большая разница. То есть каждый метр – это кратное увеличение по объему выработанной энергии. Поэтому это очень важный момент, то, что мы научились его ускорять. Кстати, первое здание, которое ускоряло воздушный поток, и оно до сих пор ускоряет, это здание в Бахрейме, Бахреймский торговый центр. Это два здания стоят вот таким образом, но там горизонтальная ось используется. О которой ты говорил ранее. Да. Ну, горизонтальная ось – это, во-первых, инфразвук, и там у него очень большая скорость вращения, и, может быть, вибрации. Поэтому, ну, можно сказать, что это больше такой рекламный объект, который рекламирует сам по себе Бахрейм. Но в целом ребята молодцы. Стремление-то было у них все-таки найти этот способ. И поэтому концентрировать воздушный поток и ускорять, наверное, придумали они. В данном случае здесь я придумал только, что этих зданий должно быть не два, а трех, а лучше пять. И тогда с любой стороны мы этот поток принимаем. И парус, парус, то есть еще так важный момент в энергетике, в ветроэнергетике важный момент – это первое, значит, скорость ветра. И площадь, на которую он воздействует. Вот эти два основных фактора. Там есть еще порядка 12 позиций, но они не имеют особого значения. Первое – это скорость и размер паруса. Но так же, как в яхтинге. Скорость и размер паруса. Точно, да, да. И там плюс еще какие-то, да, то есть нюансы. Соответственно, ускоряем. И площадь у нас о метаемой поверхности, если здание у нас 300 метров, то минимальная площадь, которая будет, именно на которую воздействует воздушный поток, это уже 1500 квадратных метров. А у горизонтальной оси 400 квадратных метров. И там воздушный поток никто не ускоряет. И она в идеальных условиях дает 7 мегаватт. А 7 мегаватт – это очень хороший объем. Ну, то есть у нас тут показатели итоговые должны сложиться очень-очень хорошие. А то есть вот это электростанция, будем говорить простым языком. Ну, правда? А, да, да. Она, кстати, по патенту так и называется – электроэлектростанция. Которая дает, вырабатывает энергию при помощи ветра. Так. И она может обеспечить вот эти 4 дома, 5, 6, все дома, которые вокруг нее стоят. И не более. Или у нее есть какой-то ограниченный ресурс? Или он какой-то бесконечный? Зависит от региона. Есть регионы, например, Ханой. Там очень слабый ветер. Я боюсь, что даже наше здание там не сможет работать. Там 3,6 метра в секунду среднегодовая скорость ветра. А есть Владивосток. Там, по-моему, 6-7 метров в секунду среднегодовая скорость ветра. То есть я могу с уверенностью сказать, что во Владивостоке, если наше здание стоит, то, наверное, оно даже 2,5 таких комплекса сможет обеспечить. А если это Ханой, то, может быть, не будет настолько эффективно работать. Но 4 метра в секунду, 4,2 метра в секунду среднегодовая скорость, этого нам уже более чем достаточно. Вот прототип у нас в Новосибирске стоит на крыше. Он вращается у нас 20, по статистике, 20-21 час в сутки вращается всегда. Ну смотри, допустим, он 20 часов вращается, 4 часа он не вращается, а энергия где 4 часа будет без света? Нет, без света не получится. Конечно, нам потребуется хранилище для энергии. Но сегодня активно развиваются литий-ионные аккумуляторы, аналогичные тому, как и устанавливают в Теслу. Вот, и, кстати, у нас в России тоже немало на эту тему разработок, и мы участвовали в Технопроме. У нас достаточно контактов тех людей, которые могут такую сделать сборку, обязательно хранить нужную энергию. Более того, я тебе скажу, нам все равно потребуется классическое подключение, потому что, ну мало ли, там совсем безветренные будут там 3 или 4 дня, и тогда никакие аккумуляторы нас не спасут. Поэтому все-таки классический источник нам потребуется, но мы не так часто им будем пользоваться. На сегодняшний день, сколько компаний или, может быть, какие страны заинтересованы в этой технологии? Кому это интересно? У нас есть 3 договора с Вьетнамом, это 3 вьетнамские компании. Вот, ну, в 2 из них я верю. Сейчас у них идет процесс согласования. Мы сделали им презентацию, очень хорошую, это просто такой мультфильм, который за 4 минуты показывает, что будет, где будет и как это будет работать. Вот, ну, Вьетнам это бюрократическая система, и каждый договор должен, то есть любой договор должен пройти через все министерства. Каждое министерство должно резюмировать. Процесс согласования длительного. Да, и затем это пойдет дальше. И любое здание во Вьетнаме строится, как мне сказали, через президента, только через подпись президента. То есть должно пройти определенные процедуры и попасть ему на стол, и тогда уже там какое-то окончательное решение принимается. Вот. Вот, очень хороший земельный участок есть на берегу. У нас даже проектировщик уже был там на Ютубе, вот у нас есть фильм об этом небольшой. У них, этот участок в собственности, у них согласовано 68 этажей на этом участке. Но сейчас они подали заявку на изменение архитектуры этого здания с учетом вот нашей ветроэлектростанции. Как скоро они согласуют, я не знаю, может быть завтра. Они скажут, типа, добро пожаловать, да, может быть на это год идет, я не знаю. Арабский мир, мы также с ним на диалоге. Вот в феврале поеду в Бахрейн, пригласили выступить на эту тему. Для Бахрейна мы также подготовили презентацию, как использовать эти технологии можно в Бахрейне. Люди всегда любят, когда непосредственно на их земле, им легче так представить, о чем идет речь. Есть у нас очень хороший диалог здесь в Дубай с одним из топ руководства Дубай. Он у нас здесь был в офисе. Хотя, когда мы, кстати, здесь в ДИП открывали, мне сказали, что ни один араб сюда не приедет. А, здесь территориально где находится? Да, это вроде как далековато там что-то там, и вообще они не ездят, они только в бизнес-бейт и так далее. Я говорю, нет, ребят, зависит от того, что предлагаешь, а не где ты находишься. Вот, в общем, опровергнута, да, эта история. И, ну, диалог есть, есть вопросы, есть заинтересованности, есть вопросы, расчеты. Эти расчеты есть, и буквально, ну, завтра или послезавтра у нас будет еще одна встреча. Сейчас процесс патентования в скольки? 70-80? 75 стран мира, да. 75 стран мира. Это монополия, которой мы будем владеть и которая никуда не денется. Мы не должны никому, мы никакие в залог ничто никому не отдавали. У нас просто есть инвесторы. Их 20, более чем 28 тысяч человек. Сумма там не гигантская привлечена, там, 3,5 миллиона долларов. Часть из них уже мы копим на приобретение участка. Мы в какой-то момент, если не договоримся с девелоперами, там, с кем-то, с кем-то, с кем-то, да, там, с кем было бы выгодно, то мы, в принципе, и сами можем купить себе земельный участок и найти способ построить это первое здание, показать, как это работает, и затем уже начать продавать эти самые лицензии. А почему, кстати, выбрана изначально форма была такая, Ground Investor? Ну, это не изначально, а когда по транспортно-гистической системе города я получил решение о выдаче патента, и я пришел в компанию, которая занимается этими вопросами, с которыми у меня договор, значит, с вопросом, как мне получить этот международный патент, и выяснилось, что, оказывается, международного не бывает, в каждой стране это процесс отдельный, и денежных средств достаточно много требуется для этого. На тот момент я зарегистрировал акционерное общество, выпустил акции, самые настоящие, да, у этого акционера общества, и запустил сайт, а затем я начал просто звонить друзьям и говорить, покупай. Ну, и с тех пор у нас появилось 28 тысяч инвесторов. Но когда у нас стали появляться, к моему огромному удивлению, инвесторы из ближайших стран СНГ, Украины, Белоруссии и Казахстана, меня это очень удивило, что лично не знаком с людьми, а они инвестируют. Поверили в идеи. Ну, как, да, да, то есть для меня это было большим открытием. Приятным. Ну, да, приятным, да. Да, только они начали задавать вопросы, как мне эти акции оформить. И из Индии, кстати, уже появились тогда, я вообще был в шоке, конечно, из Индии инвесторы. И они задают вопрос, типа, как я могу оформить эти самые акции. И мы начали выяснять, как это может быть. Выяснилось, что, во-первых, нужно иметь в России какого-то человека-представителя. Вот, ну, не каждый индус имеет представителя в России. У тебя нет представителей в Индии? Нет. Нет, да, вот у них тоже в России нет. Ну, вот ему надо этого представителя иметь, значит, выписать на него доверенность нотариальную, на открытие счета у регистратора, да, регистратор, регистродержатель, который акция наша. Затем, значит, доверенность эту перевести на русский. Затем в посольство обратиться для верификации этой доверенности. Далее отправить эту доверенность представителю. Представитель идет к регистратору, открывает там текущий счет, да, плачивает денежные средства, открывает текущий счет, уведомляет о том, что он вам открыл. Боже мой, да уже не надо. Нет, подожди, затем я прихожу к этому регистратору, вот, ну, в крупных городах, почти во всех он есть, прихожу к этому регистратору в три часа дня, и он говорит, а что ж вы в три-то пришли? Я говорю, а во сколько? У вас же написано до шести. Он говорит, нет, это, мы в принципе до шести работаем, а прием-то мы ведем до двух. Я говорю, так мне завтра опять через всю Москву, что ли, к вам ехать? Ну, полтора часа ехал. Он говорит, нет, вы можете сейчас заплатить три тысячи рублей, и мы вас сейчас примем, понимаешь? О, боже мой. Да, а потом за любую сделку по этим акциям, которые стоят более трех тысяч рублей, ты платишь три тысячи рублей. И поэтому эта вся система, она уже устаревшая, и никаких перспектив себе не несет. Поэтому сейчас есть такие вещи, как токены. Это отдельная абсолютно тема. Много хайпа на эту тему есть, но это тема наша, это наше будущее. Это будет все работать. Смысл в том, что одним нажатием кнопки в телефоне, или две кнопочки ты нажимаешь, и ты вопрос решаешь. Тебе не надо ездить, тебе не надо платить госпошлины, не нужны никакие доверенности, верификации и так далее. И все это может существовать и работать. Но мы пока токены никакие не выпускали. И не факт, что мы это сделаем. Потому что тех инвестиций, которые на сегодняшний день у нас есть, нам их достаточно. То есть у нас счета все оплачены по патентованию, у нас есть сейчас команда. Команда по разным вопросам. Ну, представь, такой макет собрать, который состоит, тут, не знаю, там 12 тысяч деталей или 14 тысяч деталей. То есть его нужно собрать, его нужно на выставку привезти. Для чего это нужно? Для того, чтобы люди поняли. Нужно сделать, подготовить какой-то промо-материал, там ролик какой-то. Это тоже все это требует ресурсов. Поэтому на эту тему у нас есть великолепные специалисты. Архитектурные объекты. У нас уже есть 5 архитектурных образов этого здания. Они совершенно по-разному выглядят. Смысл какой? То есть все машины на четырех колесах. И есть один руль. Ну, все разные, да? Ну, да. И вот у нас также эти 4 здания или 5 зданий, но они могут выглядеть самым разным образом. Потому что некоторые архитекторы говорят, и что, это у вас такое будет архитектурное однообразие? Я говорю, нет, однообразия не будет, потому что вот как автомобили, все они будут выглядеть по-разному. И эту работу нам надо сейчас вести. Потому что для Вьетнама мы сделали объект, который связан непосредственно с их культурой. Очень, кстати, красиво получилось. Просто невероятно красиво. Я вот прям их реакцию, вьетнамцев, они просто прям подпрыгивают. Они готовы танцевать. Они, кстати, даже написали гимн нашего проекта. Кто-то там сочинил, написал, и они собрались там, несколько человек, и даже его исполнили. Вот это да. Ну, то есть такое интересное. Да, это когда видишь объект близок к их культуре. Кроме того, что он технологичный, но он еще и близок к их культуре. Вот это так работает. У тебя команда. Мы на этом закончили. И хочется говорить про масштабность и про понимание фундаментальности проекта. О команде. Ну, по состоянию на июнь 22-го у нас было более 65 человек в команде. Сейчас сократилась эта цифра до 24-х человек. Почему? И сократится даже, наверное, до 10-ти. Ну, потому что такой принцип работы. Потому что нужно для того, чтобы понять действительно возможности человека, ему нужно дать время и пространство для того, чтобы он показал свои способности. И сейчас из этих 60 останется у нас человек 10. Это будут топчики. Это будут люди, которые все понимают. Которые проактивные. Которым объяснять ничего не нужно практически. Только лишь остается выслушивать их предложения. И уже к этим людям, да, а когда у них уже не будет достаточно времени для их работы, да, то тогда уже они к себе будут присоединять новых людей и уже передавать им те знания или ставить им те задачи, на которых у них самих не хватает времени. Понимаешь? А, я поняла, что ты хочешь сделать. Да, и мы вновь начнем расти. Но уже на совершенно другом уровне. Если раньше мы просто всех подряд, ну, относительно всех подряд, да, пригласили, то теперь мы вот будем качество меняться. Но в целом, это непосредственно штатные работники. Есть еще не штатные такие работники или, не знаю, как им сказать, ну, а рекламные агенты, может быть. То есть, в принципе, у каждого вообще инвестора есть рекламная ссылка. А, ты сейчас говоришь про инвесторов, действующих инвесторов. Да, про действующих инвесторов. То есть, как мы распространяем информацию о себе. Очень важный момент тоже. У каждого инвестора есть ссылка. И каждый инвестор может порекомендовать другу обратить внимание на наш проект. Или это может быть блогер. Это может быть вообще YouTube канал, у него может быть 100 тысяч, да. И смысл в том, что это... Если бы это были 90-е годы, то, наверное, мы бы пошли на первый канал ОРТ, они бы нам сказали, ну, ребят, вот с вас там 3 миллиона, вот, и прорекламировали, а мы не знаем, был бы результат или не был бы результат. Это же не реклама сникерса, где типа откусил и улыбаешься. Это технологически, это новый продукт, это сложный продукт. Нужно время для того, чтобы его рассказать. Нужно время для того, чтобы человек понял, о чем идет речь. Нужно, чтобы он познакомился с сайтом, познакомился с нашими роликами, посмотрел на прогресс-то наш. Ну, вообще вникнуть нужно было. Да, вникнуть. Но я тебе скажу, что процентов 50 стартапов через 4-5 лет, они перестанут ходить с протянутой рукой по всяким олигархам, по таким крупным банкам там каким-то, потому что это... Ну, вы заполните заявку, мы там потом посмотрим, рассмотрим. А, значит, ну, тогда хорошо, если мы там... Значит, это мы вас в залог возьмем. Что у вас залог есть. Ну, и прочая вот эта вот чушь. Я хочу сказать, что это сложный путь, очень сложный путь. Сейчас нужно понять для того, чтобы запустить стартап, есть у тебя идея, просто выложи ее в интернет. Скажи, ребята, у меня есть такая идея. Если вы видите перспективу, пожалуйста, инвестируйте. Если перспективу не видите, можете подождать, можете найти лучше. Известно же, что слои населения обеспечены, особо обеспечены, это 2-3%. То есть все, большая часть денежных средств находится в руках этих людей. И если это 90-е годы, то прихожу я со своим изобретением к нему, и он говорит, ну, мне, в общем, 90%, еще 5 там куда-то, а тебе там 5 остается, понимаешь? А одеться некуда, и ты такой соглашаешься. Такое предложение, кстати, было. Ну, не 90%, мне предлагали 10%. 10% это была Москва, город. А, 90 себе, тебе 10%. Нет, нет, нет. У меня 10%, 35 ему, а остальное на балансе полежит. Ну, то есть, типа полежит, да, на балансе. И мы финансируем полностью этот первый объект, и, в общем, вот так, и так далее. Я говорю, нет, это неинтересно. И человек очень удивился. Человеку было за 70%. Он очень живой, активный, позитивный, хороший, с достижениями. Вот, но он очень удивился. Я говорю, нет, сейчас есть краунд инвестинг. Говорит, что такое краунд инвестинг? Я говорю, ну, когда любой желающий может проинвестировать там. Сколько там? Тысячу долларов, 500 долларов, 10 тысяч долларов. Есть у нас инвесторы и на 30 тысяч долларов. Поэтому я не согласен, и мне это неинтересно. Вот, и они, конечно, очень удивились, но сегодня, когда мы прошли часть этого пути, я понимаю, что это то, что будет в будущем и обязательно использоваться многими. Мне вот что нравится во всем этом? Даже если все эти инвестиции сегодня бы, допустим, остановились, ну, какой-то мировой вообще кризис катастрофический приключился, не дай бог, там, самые страшные какие-то сценарии рассмотреть, но тоже с нами ничего не случится, потому что мы же не должны никому там, залог какой-то и так далее. У нас есть инвесторы, которые готовы ждать возврата своих инвестиций с прибылью, ну, и они понимают, что на это нужно время. Кстати, еще важный момент. Все инвестиции, почему у нас так много инвесторов? Все инвестиции под наблюдением наблюдательного комитета. в нем состоит чуть больше, чем 180 человек. Это люди наши инвесторы. Они, кстати, есть также на нашем сайте. Можно нажать на их аватарку и перейти на их социальную сеть, убедиться, что это настоящие люди, и можно им написать. И есть у нас чат-бот Telegram, куда может также подать заявку любой желающий. Все, что нам требуется, это ссылка на социальную сеть и ваша любимая фотография. И на сайте появляется маленькое такое окошечко с вашей соцсетью и фотографией. И вы находитесь в этом чат-боте, и любая сумма, которая поступает на сайт, она в первую же секунду поступления, ее видно в этом самом чат-боте Telegram. То есть, где бы кто бы там не инвестировал, в Африке или в Индии, только он проинвестировал, если он там находится, он видит эту сумму. Или там его друг, неважно. То есть, и раз в месяц мы делаем полный отчет о наших расходах. Таким образом, мы сделали... Абсолютную прозрачность себе сделали. У нас нет каких-то там аудиторских парейеров, которые там раз в год проходят. Там тетя Валя и с дедой Сережей там, и с Сережей там пришли там специалисты там с дипломами красными, синими. Нам это ничего не нужно. Все моментально. Надежность и риски. Это всегда всех волнует, когда люди вкладывают деньги, любые деньги. Они говорят, а что у нас, какие гарантии, какие риски? Гарантии нет. Гарантии вам обеспечивают только то, что электрическая энергия это главный дефицит уже сегодня и ближайшего будущего, и он будет увеличиваться, этот главный самый дефицит. И никто толком не знает, где его убрать, эту самую электрическую энергию, кроме как тех источников, которые сегодня есть. А их не всегда достаточно, не всегда они удобные, не всегда они экологичные, не всегда не совпадают с местностью, да, поэтому вот этот самый дефицит, это и будет являться гарантией. Но для того, чтобы рядовая строительная компания начала этим пользоваться, им нужно показать это в реальном объекте. Они, ну, строительные компании редко, когда практикуют какие-то вещи инновационные. Но есть отдельные случаи, такие как, например, Бурж-Калифа. Был это рисковый проект или безрисковый? Ну, рисковый, конечно. Безусловно, рисковый проект, но он удался, и он принес огромные дивиденды в виде внимания туристов, интереса общественности и вообще гордости, да, гордости за свою нацию. А почему ты открыл офис именно здесь, в Дубае? Дубае это центр, центр, да, арабского мира. Любая арабская страна, будь то Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, или Оман, или даже Иордания, если взять, они в любом случае видят свое развитие через девелопмент. Они видят реализацию себя через девелопмент, поэтому они ищут, хотят какие-то новые технологии, интересные проекты, поэтому мы здесь. Но никто в то же время не готов непроверенными технологиями пользоваться, поэтому эту технологию нужно проверить, а чтобы ее проверить, нужны ресурсы. Чтобы эти были ресурсы, нужны инвесторы, а интерес инвесторов это получить прибыль, поэтому учитывая интерес инвесторов, должны мы это все дело реализовать и максимально распространять, тем более, что это не так дорого будет для девелопера. Например, мы предполагаем стоимость одной лицензии 5% от стоимости здания, то есть это небольшая сумма, если к стоимости квартиры прибавится 5%. Сама ветростанция тоже 5%, пусть даже квартира прибавит 10% на своей первоначальной стоимости, но можно же еще как посчитать, допустим, оплата электрической энергии это примерно за 50 лет это стоимость квартиры. Вот, используют квартиры коммунальные услуги. Если эта энергия вырабатывается, то она может быть бесплатной. Если есть излишек этой энергии, она может еще продаваться, то есть кроме того, что это квартира, она может вам, может быть, и вернуть эти инвестиции за нее и через 30 лет, если еще продается. То есть вот эта вырабатываемая энергия, она может быть использована не только внутри? Да, энергия это продукт, который стоит денежных средств. Если она есть с излишком, можно ее реализовать. Это же дополнительный доход, или там они коммунальные услуги не платят, или энергия у них бесплатная, а может быть, это даже какой-то прибыль им дает. А в мире нет таких ТСЖ, которые бы тебе платили. Ну, конечно. Их не существует еще. А здесь это может быть тоже, то есть вроде бы 10% переплатил за все это, но потом в процессе это все может окупиться, потому что это, считай, производство. Подведем итог. Ты что-то хочешь еще дополнить? Ставьте перед собой цели, за которые сами себя начнете уважать, достигайте их и почувствуйте прилив необъятной счастья, интереса к жизни. Я просто желаю этого состояния каждому, потому что сами по себе вот не есть чем сравнить. То есть была же крупная компания, большие достаточно финансовые ресурсы, можно себе ни в чем не отказывать, ну, сказать, что я весь такой счастливый. Да нет, нет, не было такого, да. А когда появилась вот такая хорошая цель, то не 24 на 7, конечно, ты чувствуешь счастье, но во всяком случае больше времени, чем раньше. Поэтому я желаю всем приобрести свою цель личную, за которую он будет себя уважать, и если эта цель несет все перспективы пользы для планеты, это вдвойне интереснее. Будущее принадлежит роботам, с этим никто не поспорит. в части вопросов, больше части вопросов. Поэтому либо мы будем владеть этими роботами, либо мы будем с ними конкурировать, то есть владеть через акции той или иной компании. Поэтому если мы сегодня возьмем простой шуруповерт и попробуем составить ему конкуренцию с помощью руки и отвертки, но это будет сложно. Любой предмет, который роботизированный в некоторой степени, это сложно поэтому нужно в любом случае мы все придем к тому, что мы должны владеть частью того или иного предприятия. Сам по себе человек уже такое количество времени не требуется его труда, потому что роботы вытесняют. Посмотри сегодня автомобили, если 40 лет назад для того, чтобы купить автомобиль нужно было работать человеку 10 лет откладывать, то сегодня 2-3 года. Это почему? Потому что зарплаты выросли? Нет. Это потому что автомобили стали дешевле. Автомобили почему стали дешевле? Потому что появились роботы, потому что сократились новые технологии, расходы, затраты. И это будет продолжаться. человек человек будет вытесняться, поэтому надо ими владеть, поэтому ищите этих роботов, инвестируйте. Благодарю. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok